Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Семей» вы смотрите программу «Интернет» и с вами ее ведущая Толшин Шакиртхан. В данной программе мы собрали для вас видеоролики из социальных сетей, которые были сняты вами, то есть жителями нашего города. Как всегда, мы затронем актуальные проблемы, которые то и дело возникают у горожан. Ну что ж, начнем! Семейчанка Галина Арсентьева поделилась впечатлениями от своей прогулки по левобережнему Арбату. Новая пешеходная улица появилась в том районе относительно недавно. Однако у горожан уже появляются претензии к ее состоянию. «Признаюсь честно, мои ожидания от Арбата немного не оправдались. Я осталась слегка разочарована из-за вот этих всех моментов», написала Семейчанка. «Дай!» Субтитры сделал DimaTorzok Мы тоже сегодня прошлись приятно, но местами есть брак. Фонари не горят, сломаны тренажеры, а так чисто можно сразу устранить, пока совсем не сломались. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жители Семея переживают за судьбу кинотеатра «Инлик Кебек», который закрылся в прошлом году. В соцсетях появилось видео кинотеатра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На кадрах видно, что дверь здания открыта нараспашку. Однако просим жителей не торопиться с выводами и с распространением дезинформации. Дабы сохранить историческое здание, чтобы оно совсем не пришло в упадок, его передали в прошлом году в Государственной филармонии имени Амрия Кашубаева. За 76 лет существования у филармонии не было своего здания. С момента передачи здания силами коллектива филармонии проводятся постоянные сезоны-субботники. Зимой убирается снег с крыш, со двора, весной уборка территории, повелка деревьев, покраска лавочек, летом уборка мусора и сорняков и так далее. Ни на один день здание не оставалось без присмотра. Наши ребята сами ходили дежурили, даже симой оставила комментарий ниже певица филармонии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обладатель Грэмми Иманбек Зейкенов из Казахстана стал гостем российского телешоу Комеди Клаб. Видео появилось в Ютуб, затем и во всех социальных сетях. Ведущие рассказали на шоу, кто такой Иманбек. И один из них пошутил, что все казахи, которые сейчас смотрят, выпрямились. Далее ведущие стали расспрашивать парня, как он из железнодорожника стал обладателем престижной премии. На что Иманбек пошутил, что весь секрет в Кумысе. После российские ведущие вырезали свое восхищение казахстанцам, пожелав ему оставаться таким же скромным и спокойным парнем. Иманбек Зайкенов! Когда ты начал заниматься музыкой вообще? Три года назад. Три года назад ты начал заниматься музыкой? Да. Хрень! Да кто ты такой? Какие? Визунчик. Просто красавчик, а? Я казах. Ты не казах. Ты казахская золушка, блин. Тебе 20 лет, ты работал железнодорожником, ты три года назад начал заниматься музыкой, ты получил грэмми, и ты сидишь здесь такой хороший, такой скромный. Просто твоим родителям аплодисменты. Аплодисменты. Спасибо. Спасибо большое. Субботы начинаются с субботников. В следующем видео отправила жительница города, выражая слова благодарности семичанке за то, что она в субботний день взяла в руки тряпку, чистящие средства и помыла остановку. Остановка апрель. Вот инициативные граждане города, семей, моют остановку. Если бы побольше таких активных и неравнодушных людей, семей бы расцвел. Спасибо этой женщине. Хотите жить в чистоте? Начните с себя. На этот раз еще одна жительница города выразила слова благодарности сотрудницам полиции. Каждый день, стоя на остановке, наблюдаю, как сотрудницы полиции с утра до вечера проводят профилактические работы по предупреждению коронавирусной инфекции. Обязуют носить маски, проверяют автобусы, разъясняют меры предупреждения КВИ. Хотелось бы поблагодарить их все-таки, несмотря ни на что, они вносят свой вклад для здоровья и благополучия граждан. Продолжение следует... Как же радуют такие слова и добрые пожелания наших семьячан. Одно из самых важных дел, которое вы можете сделать для себя, это сохранить цельность своей натуры и быть благодарными за все, что имеете. Также не забывайте благодарить окружающих вас людей, дарить им улыбку и живите в гармонии. Ну а сейчас вашему вниманию немного позитивного видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok На этом все, дорогие телезрители. Не забывайте посещать наш официальный сайт семей.тв.кз, где вы найдете все выпуски нашей программы. Ну а я с вами не прощаюсь. Увидимся в следующем выпуске. И пока-пока. Добавил субтитры сделал DimaTorzok